Добрый день дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня у нас немножечко необычная тема. Хочу вам показать, как мы закрывали свободное пространство между шкафчиком и стеной. Как мы повесили там полочкой и как там сейчас смотрится. Так как у меня кухня не очень большая, поэтому каждая полочка у меня на вес золота. Также хочу вам напомнить, если вас интересуют рыбки или аквариумы, у меня есть второй канал, посвященный аквариумистике. Ссылочку на него я оставлю под видео. Можете зайти в гости и подписаться. Ну а мы с вами делаем полочку и посмотрим, что из этого получится. Вот здесь, где висит кухонный пенал, по проекту должен стоять холодильник. Здесь такая выемка специально сделана для холодильника. Но так как холодильник у нас очень широкий, он не стандарт, не такой как обычные узкие длинные холодильники, он наоборот очень широкий, он у нас не поместился сюда. И мы повесили кухонный пенал. И как вы видите, да, слева от стенки есть пространство и до пенала. И получается не туда и не сюда. И вот мы с мужем решили, что надо сюда сделать полочку, чтобы хоть что-то можно было поставить, но и закрыть это свободное пространство. Конечно, для холодильника здесь хорошее место, он как бы углублялся туда вовнутрь. Но что делать? У нас не получилось поставить в холодильник. Ну и пенал сюда тоже хорошо вписался. И нам пришлось из-за этого нарастить столешницу на столе, потому что получалось так, что столешница хуже, чем само это пространство. И поэтому мы ее наращивали. И получилась такая довольно-таки широкая столешница под пеналом. Вот здесь вот видно, да, вот в этом месте мы наращивали ее. И плюс мы поставили микроволновку под пенал. И как бы тоже все неплохо смотрится. Просто если бы стоял бы холодильник, у нас было бы еще больше свободного пространства на кухне. Но пришлось сделать вот так. Ну вот мы с мужем решили сделать полочку. А полочек лишних не бывает, как говорится. У меня вечно места не хватает, вечно мне некуда что ставить. Поэтому хоть что-то смогу поставить сюда, но и закроется эта дыра, и будет, я думаю, намного симпатичнее. Ну вот так вот смотрится полочка. Мы ее уже поставили. Муж все приделал. Все сделал очень аккуратненько он. Только единственное, что мне кажется, вместо трех надо было сделать четыре полочки. Ну, возможно, мы потом переделаем еще. Но пока смотрится вот так. И закрылось это пространство. Получилось так, что мы нарастили кухонный пенал, можно сказать. Теперь я хоть смогла что-то поставить сюда. Такое более высокое, более большое можно поставить что-нибудь сюда. Но я еще подумаю, пока я поставила такие всякие мелочевочки, может быть, что-нибудь другое поставлю. Во всяком случае, я рада каждой свободной полочке, потому что у меня их, видите, не хватает. Спасибо большое моему мужу за то, что он постарался для меня и сделал то, что я хотела. Также, вы видите, вот внизу мы тоже тут наращивали полочку. Здесь мы сделали так, чтобы помещались трехлитровые банки. Здесь я храню варенье, огурцы храню, которые я делаю. В общем, заготовки. Так как глубина получается большая, за счет того, что мы наращивали столешницу, да. И там, получается, на каждой полке помещаются четыре трехлитровые банки. Ну и много варенья помещается. Поэтому, так как у нас в кладовке нет, нам негде все это держать. Поэтому вот у меня ухромные местечки появились, где я могу все это держать. Используем каждое свободное пространство. Хочу вам показать, где мы еще нарастили полочку. Здесь тоже у нас было свободное пространство. И мы его закрыли такой вот полочкой. И вверху, и внизу, получается. Потому что кухня у нас переехала из другой квартиры сюда. И поэтому пришлось подгонять эту кухню под кухонный гарнитур. Под сама кухня подгонять пришлось. Ну вот, дорогие друзья, вот такая вот у нас идея была для кухни. Возможно, кто-то из вас возьмет на заметку. Спасибо вам за внимание. До свидания. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!